здравствуйте дорогие друзья вчера ночью мы полуночничали в перископе и совершенно неожиданно подключились люди которые стали задавать вопросы такого типа почему было несколько человек которые говорят как сделать так чтобы муж зарабатывал больше денег ну вот так вот с бухты барахта на этот вопрос так сразу не ответишь и в целом я думаю что не претендуя на полноту и всеохватность этой темы и не зная конкретных людей я позволю немножко себе поразмышлять на эту тему исходя из самых общих философских соображений но я надеюсь что это не будет так уж сильно абстрактно и вы все таки какое-то зерно в этом для себя найдете итак друзья мы с вами живем в мире отношений и в этом мире отношений существует баланс понятий давать и брать мы с вами все выросли в условиях товаро-денежных отношений и мы очень хорошо понимаем что если нам хочется что-то иметь то за это придется заплатить причем не знаю как сейчас но в нашу бытность проживание в советском союзе это были не обязательно деньги а это могли быть услуги то есть человек оказывал кому-то любезность и в ответ ожидал получить какую-то услугу с другой стороны тоже и вот об этом и сейчас поговорим но не на таком прямо утилитарном уровне как услуги да а вот немножечко более абстрактно представьте себе что человек делает какое-то хорошее дело или оказывает услугу кому-то он себя при этом чувствует хорошо почему он чувствует себя хорошо его побудительным мотивом являлась его собственной волеизъявления он посчитал что так нужно поступить он поступил соответствии со своими внутренними убеждениями он чувствует себя хорошо и и вот если на очень абстрактном уровне вот он такие вещи делают то что мы делаем допустим разговаривая по этому каналу мы делаем хорошие вещи мы чувствуем себя хорошо мы получаем уважение мы получаем благодарность людей и это то что дает нам ощущение вот полноты жизни представьте себе что человек это делает не вообще абстрактно да а он делает хорошо какому-то другому человеку и тоже чувствует себя хорошо поскольку это его внутренний позыв что же получается с точки зрения того человека который принимает эту помощь вот здесь возникает такой интересный феномен он а человек который получил помочь с одной стороны он чувствует признательность что ему там для него что то сделали с другой стороны он чувствует напряжение потому что он понимает что ничего просто так в этой жизни не бывает и он должен в ответ оказать какую-то услугу или рассчитаться деньгами он должен каким-то образом рассчитаться у него возникают внешние обязательства чувство долга и вот это чувство долга заставляет его чувствовать виноватым если он не выполняет взятых на себя обязательств получается такая интересная штука что он начинает себя чувствовать хорошо только в тот момент когда отдает этот долг мы когда приехали в америку нам приятель одолжил довольно значительную сумму на покупку машины и отдавать эти деньги у нас просто было нечем и приехали нас было 500 долларов кармане и мы отдавали ему там по 20 долларов в месяц по 30 долларов сколько могли сэкономить но там сумма была довольно большая этот процесс мог длиться неизвестно сколько мы себя чувствовали ужасно дискомфортно вплоть до того что нам неудобно было с этим приятелем разговаривать когда он звонил по телефону он не говорил конечно про долг но вот мы каждый раз когда он звонил нам мы чувствовали что вот это само собой подразумевается мы чувствовали себя очень тяжело и только в тот момент когда мы сумели с ним рассчитаться полностью на снова восстановились хорошие нормальные отношения и мы смогли продолжать нашу дружбу точно так же любой человек тот момент когда он снимает себя обязательства давая что-то взамен он начинает себя чувствовать хорошо и в принципе на вот этом балансе давайте брать построены отношения дружеские мы с тобой друзья один раз ты что-то сделал для меня другой раз я для тебя что-то сделал один раз ты мне что-то дал я взял и наоборот никто никому ничего не должен у нас нет тяжелых чувств по отношению друг к другу нас все замечательно бывает что дружеских отношениях наблюдается перекос когда например один человек все время дает 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 а второй даже не замечая этого берет и голову себе не берет не понимая что как бы нужно тоже отдавать но вот такие вот отношения где наблюдается перекос от этого баланса отдавать и брать он приводит к тому что рано или поздно такие дружеские отношения они перенапрягаются и люди расстаются но это то что касается дружбы а как же происходит дело в семье в идеальной семье отношения давать и брать тоже существует и получается вот такая интересная штука для того чтобы семья была успешной и хорошо функционировала и долго жила должен соблюдаться не просто баланс отношения давать и брать а он должен как бы разбиваться по спирали то есть например один человек что-то дает супругу да а тот в ответ ему дает немножко больше а этот получил это немножко больше дает ему еще немножко больше тем самым поощряя вторую сторону дать еще немножко больше тогда каждая сторона чувствует себя комфортно это которая дает это которая берет то есть он взял и у его потребность дать еще больше но это будет в идеальном таком состоянии не всегда у нас так происходит идеальное состояние а теперь рассмотрим ситуацию такую патриархальную существовавшую на руси давным-давно когда муж был главой семьи женщина не работала и все материальное получие семьи держался исключительно на супруге женщина несмотря на свой тяжелый труд на свой вклад который она вносила в семью она вообще за человека не считалась в этот момент а поскольку а мужик муж обеспечивал всю семью мог стукнуть кулаком по столу и женщине ливаться было некуда не приходилось молчать и терпимость была ее главным качеством а было глубокое в то же время уважение к супругу он давал в семью то что давала женщина не считалось и он находился на таком пьедестале его статус на семье была очень высока отец сказал муж сказал и так далее вот такая ситуация наблюдалась и принципе это семья при условии женщины принятия вот этих условий игры что ее роль в семье как бы не засчитывается она могла существовать очень долго поскольку женщине просто некуда было деваться это было нормой в обществе это было нормой в отношениях и все как бы было более-менее стабильно что происходит у нас сегодня сегодня у нас женщина приносит в семью материальный вклад у нас сегодня женщины работают как правило и может быть получают не меньше мужчина иногда и больше мужчин а при этом не детей не домашнее хозяйство не обихаживание своего собственного мужа с них никто не снимал и вот такая женщина она ощущает свою значимость она ощущает свою ведущую роль в семье она приходит с работы домой устала ей нужно накормить мужа детей положить спать проверить уроки кучу всего сделать а муж который тоже отработал рабочий день сидит играет на компьютере читает газету смотрит футбол в общем как бы занимается своими делами что в этот момент чувствует женщина она чувствует что она все это делает баланса то нету что ее муж не обеспечивает баланса что его вклад в семью значительно меньше того что делает она соответственно какое у нее отношение к этому мужу да никакой вообще и можно очень часто слышать разговоры с соседкой ой а мой лежит целый день на диване ни черта не делает да хоть бы встал и поднялся посмотрел что вот сосед там зашибает какие деньги отношение никакое и ощущение дисбаланса у женщины есть она вкладывает больше муж вкладывает меньше ситуация нестабильная что женщина делает таком случае чувствую нестабильность ситуация начинает пилить мужа и жужжать ему в ухо посмотри на соседа он уже три машины прикупил две дачи построил а ты лежишь на диване целый день и так далее так далее так далее мы женщины не умеем держать эмоции в себе нам их нужно выплеснуть а тем более что мы чувствуем такую несправедливость в распределении вот этого нашего баланса распределения вклада в семью а что чувствует этот момент мужчина который лежит на диване он чувствует что он никто и звать его никак что отношение к ему плевая что он в этой семье ничего не решает и в принципе ему нету ради чего вставать с этого дивана и добиваться чего-то еще по жизни ну вот как есть так и есть более того если жена еще сильно зудит ему и очень надоедает то он постарается как можно реже приходить домой будет время где-то водить на стороне с друзьями или с приятелями с коллегами зависит от окружения с бутыльниками и случится оказия какая-то что он среди женщину и он подарит ей букет цветов и услышит во всех ах какой-то замечательный и не будет этого задержания не будет ничего и у них в отношениях будет баланс в отличие от семьи в которой нет баланса пройдет какое-то время мужчина себя чувствует востребованным мужчина себя чувствует нужным мужчина себя чувствует окрыленным он приходит жене и говорит ей что дорогая я встретил другую женщину на что женщина безумно обижается как так я ему отдала лучшие годы своей жизни я все для него делала пылинки сдувала кушать готовила работу провожала с работы встречал а он со мной так возникает вопрос собственно а что делать в такой ситуации потому что ситуация довольно таки типичная и вот значит мне кажется тут вот какая вещь есть что когда мы оцениваем роль каждого супруга в отношении давайте брать да мы учитываем только как бы видимую эту сторону они видимую сторону не берем в расчет а тем не менее она очень важна то есть ощущение не только вот просто вклада каждого человека в семью а ощущение его статусности которая тоже является несомненной частью этого вклада тоже очень важно и здесь мне кажется дорогие женщины что нужно задуматься об одной вещи и вещь это вот какая очень простая нужно задуматься могу ли я уважать уважать ключевое слово своего супруга вот такой какой он есть могу ли я дать ему статусность главы семьи и поставить его на пьедестал что он является царем и богом в нашей семье несмотря на то что я зарабатываю день несмотря на то что я слежу за детьми хожу на собрание и так далее так далее и если вы поразмыслите как следует о ваших этих отношениях давайте брать и ответите на этот вопрос утвердительно да мой супруг дает мне нечто за что я могу его уважать как только вы себе ответите на этот вопрос у вас к нему поменяется отношение вот это уважение вроде бы в отношениях давайте брать она маленькая но существенная часть и как только вы это осознаете что мне есть за что его уважать он умный он смелый его надежный он меня никогда не бросит и так далее так далее может быть масса причин достойных уважения как только вы себе эти причины все назовете и у вас реально появится чувство уважения к своему супругу очень интересная вещь произойдет как как только он сам почувствует это уважение то что вы стали давать немножко больше вот вроде бы то что вы давали а ему нужно было то другое и то что вы давали она не ценилась и создавала в нем только чувство вины и он не хотел этого делать и всячески отлынивал и даже мусор его не допросишься вынести и так далее но как только появляется реальное уважение к мужчине главе семьи то человек преображается у него появляются какие-то стимулы на нем лежит ответственность внутренняя его ответственность не эту ответственность вы на него надели а у него его просто поставили на пьедестал и он будучи на этом пьедестале должен отвечать за все внутренне это очень важный момент потому что как только он внутренне готов отвечать за все он выйдет за свою зону комфорта он станет со своего дивана он пойдет искать другую работу и во всяком случае он попытается что-то делать чтобы вот этот образ который ему страшно приятен которому он хочет соответствовать чтобы этот образ оправдать мне кажется только в этом находится залог того вот чтобы мужчина все-таки встал дивана снял свои треники с обвисшими коленками и пошел что-то стал реально делать только когда у него будет чувство значимости статусности когда он будет находиться на пьедестале что он на пьедестале главы семьи если уже например вы будете рассматривать его вот это отвечая на вопрос могу ли я его за что-то уважать вдруг вы обнаружите а чего уважать то не за что вообще ну вот не за что но вот не могу найти ни одной причины которые вы можно было бы уважать к человеку тогда задумайтесь а нужен ли вы рядом с вами такой человек нужен ли он вам по жизни потому что жить человеком строить с ним семью растить с ним детей невозможно если нет глубокого уважения это собственно основа основ и тогда уже возникает вопрос нужен ли вам этот человек по жизни если вы достаточно самообеспечены у вас все хорошо и в принципе какую роль играет в этот мужчина вашей жизни нужен ли он вам по жизни дает ли он вам что-то чего вы без чего вы не можете обойтись вот такой вот философский вопрос из которого мы вышли к чисто такому прагматическому ответу а что же делать если для того чтобы муж стал заработать деньги мне кажется что вот в нем есть какое-то зерно но я с удовольствием выслушаю ваши аргументы и контур аргументы и может быть это появится какой-то темы для продолжения разговора работа носил до свидания пока пока а